Дорогие мои друзья, приветствую вас всех на своем канале. Меня зовут Людмила, живу я в Одессе. И в этот первый день Нового года 2024 я хочу поздравить всех тех, всех моих друзей, моих подписчиков, моих гостей с наступившим 2024 годом. Вы знаете, прежде чем пожелать вам всего самого хорошего, я хочу немножечко вспомнить, какой у нас был 2023 год. Для нас, украинцев, он был очень-очень тяжелый. Знаете, когда начиналась вся вот эта вот война в 2022 году, я вообще даже предположить не могла, что она будет длиться два года. Ну, это еще, конечно, не конец, может быть, она будет длиться еще несколько лет, но очень-очень хочется, чтобы в этом году, в 2024, эта война уже, в конце концов, закончилась. Потому что столько, сколько настрадался мой народ, это просто нельзя передать словами. Хочется, чтобы уже вернулись все наши воины к своим семьям, к своим детям. Хочется, чтобы дети уже перестали, знаете, бояться воздушных тревог, тылу. Хочется, чтобы женщины, очень многие, вернулись из-за границы со своими детьми. Хочется просто жить человеческой жизнью. Потому что война ничего хорошего людям не приносит. И вообще я не понимаю, как в 21 веке можно было решиться на такую полномасштабную войну. Но это просто уму непостижимо. Ведь страдает во время войны не только тот народ, на который нападает, да, но и страдает тот народ, да, агрессивный, который нападает. Вот. Поэтому, друзья мои, я хочу вам пожелать, чтобы этот год был намного-намного лучше 2023-2022. Чтобы в этом году все, кто загадали себе под елочку желание на Новый год, чтобы поскорее, да, закончилась война. Чтобы в этом году это желание исполнилось. Сейчас, наверное, каждый второй, или каждый вообще, каждый украинец хочет, чтобы поскорее закончилась эта война. Потому что в таких условиях тяжеленских, я не знаю, мы, наверное, уже не жили очень-очень, ну, наверное, со Второй мировой войны. Это наши даже не родители, а дедушки и бабушки жили в таких условиях. Хотя сейчас война не такая, конечно, как происходило во время Второй мировой, да. Сейчас война такая более агрессивная и более современная. Вот. Сейчас погибает очень много людей с той и с той стороны. И хотелось бы, чтобы это поскорее всего закончилось. В общем, друзья, я желаю вам, вернее нам, украинцам, скорейшей перемоги, перемоги. И чтобы все ваши желания, в конце концов, сбылись в этом году. Знаете, для тех, кто хочет встретиться с семьей, чтобы это произошло поскорее. Для тех, кто хочет вернуться, чтобы это тоже произошло поскорее. Ну, и прежде всего, я желаю, чтобы у каждого было здоровье, знаете. Потому что здоровье сейчас – это самое важное. Здоровье, здоровье и здоровье. Следите за собой, питайтесь правильно, пейте много воды, делайте зарядку, и все будет нормально. Вот. Вот. Потом желаю, чтобы украинские дети, в конце концов, забыли, что это такое, да, воздушная тревога. Потому что я тоже, знаете, скучаю за своими внуками, и очень-очень я довольная, что дочка увезла моих внуков. Потому что то, что делается сейчас у нас, не только у нас в Одессе, а по всей Украине, как враг бьет нас ракетами и дронами, то сколько гибнет народа, то это просто уму непостижимо, друзья. И знаете, не только взрослые и старики боятся, как это тяжело переносят дети. Поэтому очень хочется, очень хочется, чтобы это поскорее все закончилось. И знаете, я, конечно, хочу, чтобы это все закончилось, но я пожелаю еще всем нам, украинцам, чтобы никто не забывал эти тяжелые времена. Чтобы все помнили, с чем мы столкнулись в это время, да, потому что это забыть просто невозможно, это нельзя забыть. И хочется, знаете, еще пожелать остальным всем людям в мире, особенно в Европе, вот этим, знаете, которые считают, что уже пора все это прекратить и забыть и поступиться нашими территориями, чтобы у них немножечко тоже прояснилось в головах, и они поняли, что нас здесь, в конце концов, убивают. Убивают, и надо уже эту проблему решать как-то по-другому. Потому что геноцид украинского народа не прекратится, если у власти там, на Уркастане, будет, придет, вернее, к своему следующему управлению, как он говорит, выборы там будут, да, уже никто не верит в эти выборы, если Путин будет продолжать сидеть на своем троне. Ладно, друзья, это все политика, но вне политики, что я хочу сказать, да, но это не только политика, но и мое мнение. Что я хочу вам пожелать? Мало того, чтобы, да, сбывались желания, я хочу, чтобы вы были всегда бодры, жили полной грудью, как говорится, дышали полной грудью. Жизнь надо воспринимать так, как будто вы живете последний день, да, каждый день должен быть последний. Живите на полную катушку, друзья, потому что, знаете, сейчас такое время, сегодня мы живы, завтра непонятно, будешь ты живы или нет. Если, не дай бог, прилетит ракета, да, прямо к тебе в дом, как вот на 29 декабря, как у нас пострадали в Одессе жилые дома. Поэтому живите, друзья, на всю катушку. Ну, конечно же, с умом это. Не надо, знаете, вдаваться из крайности в крайность. Берите от жизни все, что можно. Поэтому желаю вам провести 2024 год как можно больше на позитиве, знаете, на позитиве. Старайтесь держать себя в таких вот рамках на позитивное мышление, да, чтобы негатив вас не окружал. Если у вас будет все хорошо в вашем внутреннем мире, то у вас будет все хорошо и вокруг вас. Поэтому старайтесь держать, как говорится, свое тело и свою душу в чистоте, да, чтобы помыслы у вас были только правильные, только хорошие, только добрые. Если у вас будет в душе порядок, да, все разложено по полочкам, то и вокруг вас будет также все разложено по полочкам. И у вас будет все-все прекрасно. Ну, а друзьям, моим орхаманам я желаю, знаете, в этом году очень хороших орхидеек, чтобы вы покупали или приобретали, или вам дарили только те орхидеи, которые вы страстно желаете. Чтобы у вас пополнялась коллекция, и чтобы ваши орхидееки никогда ничем не болели, и только радовали вас цветением. Ну, что еще вам пожелать, друзья, очень много чего хочется сказать, но знаете как, включила камеру, и мысли убегали, убежали, убегали, убежали все мысли. Поэтому еще раз желаю вам здоровья, счастья, если можно быть сейчас счастливыми в наше время, то будьте обязательно счастливыми. Поменьше всяких проблем, тех, кто может, пускай путешествует, пускай, обязательно, знаете, расширяйте свой кругозор. Побольше вам творчества, если вы творческий человек, да, если вы рисуете, нарисуйте шикарные картины. Если вы вяжете, навяжите как можно больше красивых вещей, или если вы шьете, нашеете прекрасную коллекцию, да, там, вечерних платьев, или каких-то коллекция спортивных костюмов, например. Пускай в вашей душе творчество просто вас переполняет, чтобы душа радовалась. Если душа будет радоваться, то у вас жизнь будет складываться прямо стихию. Ладно, дорогие мои, но вы поняли мой посыл. Я вас всех очень-очень люблю. Хочу поблагодарить всех тех, кто, знаете, поддерживает мой канал, кто пишет мне комментарии, кто подсказывает мне, как мне, например, бороться с какими-то проблемами, есть ли у моих орхидей проблемы там. И вообще, кто пишет, знаете, такие добрые пожелания. Я вам всем-всем очень благодарна, друзья. Вы знаете, это очень дорогого стоит. Я начинала свой канал, знаете как, не для того, чтобы, например, да, подзаработать, как многие считают, что я тут зарабатываю миллионы, но это смешно. Я начинала свой канал прежде всего, чтобы познакомиться с людьми, такими орхоманами, как я, да, чтобы немножечко повысить свой уровень знаний, чтобы я могла делиться с вами своими знаниями, а вы смогли делиться со мной, чтобы у нас собралось такое общество орхолюбов, которое любит вот эту красоту, да, которое, вот смотришь на орхидею, когда она цветет, любуешься ею, у тебя расцветает не только твои орхидеи, но, по-моему, все вокруг расцветает, когда ты любуешься на орхидеи. И вы знаете, друзья, я нашла такую себе компанию, можно сказать, друзей благодаря этому каналу, поэтому я вам очень-очень всем благодарна. Так что не забывайте меня, заходите почаще на мой канал. Если вам нравится видео, то ставьте лайки, если не нравится, то ставьте дизлайки. Хотя, конечно, YouTube сейчас эти дизлайки не показывает, но в процентном соотношении, в аналитике канала это все равно видно. Пишите свои комментарии, пишите, что бы вы хотели, например, да, чтобы я вам засняла, на какую тему вы хотите видеть мои видео. В каждом видео, под видео, есть инфобокс, и там я немножечко описываю, да, чем я занимаюсь и кто я такая. Друзья, читайте этот инфобокс. Там написано, если я не говорю, например, в видео иногда, как меня зовут, то в инфобоксе всегда написано, как меня зовут, где я живу, чем я занимаюсь и что я делаю. Поэтому читайте, друзья, читайте. Не только смотрите видео, но и читайте. А также призываю вас писать комментарии. Даже, знаете, хочется видеть не только такие вот положительные или какие-то лестные комментарии. Хочется, чтобы были комментарии конструктивные, но только, конечно, не оскорбляющие, потому что оскорбления я не потерплю. Сразу этих товарищей я в бан отправляю. Поэтому, друзья мои, если в другой раз случается такое, что мы друг друга, вот, знаете, по комментариям не всегда можно понять, что человек от тебя хочет. И как вот недавно был у меня один комментарий, и я попросила, значит, этого человека аргументировать свое мнение, он, в общем-то, написал мне кучу гадостей из-за этого, что я его попросила аргументировать. Ну, я его не заблокировала, друзья. Я, конечно, стараюсь, знаете, я очень-очень редко стараюсь людей блокировать, но которые меня уже совсем достают. Я, конечно, всех отправляю в лес туда, подальше. Поэтому, дорогие друзья, пишите. Я буду только очень рада. Подписывайтесь на телеграм-канал, там можно тоже общаться. Если вам что-то интересное, пишите. Я буду снимать, буду показывать. И так наш канал будет дальше развиваться. Потому что канал – это не только я и мои видео. Это все те, кто подписывается на мой канал. На этом, друзья, я буду прощаться с вами. Спасибо вам за внимание. Еще раз поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Хочу, чтобы все были счастливы вокруг. И чтобы, знаете, поменьше на нашей земле было войн. Потому что это самое страшное, что есть в жизни. Это война. Если те люди, кто еще не понимает, что это такое, знаете, то, как говорится, есть правило бумеранга, да? Обязательно к ним, обязательно к ним придет это понимание. Обязательно. Так что, друзья мои, до скорых-скорых встреч. Всем пока-пока. Всех целую, обнимаю. В общем, празднуйте Новый Год. Радуйтесь жизни. До скорых встреч.